Представляю вам соперника в синем углу, боец из Киргизии, город Бишкек. Ему 25 лет, рост 170 сантиметров, вес 61 килограмм, 200 граммов, профрекорд, 10 поединков, 6 побед, 4 поражения. Представляет бойцовские клубы Тайгаби и GFC, Жак Шелык, Конур Баевс. Его соперник в красном углу, из России, город Жуковский. Ему 26 лет, рост 167 сантиметров, вес 61 килограмм, 550 граммов. Представляет бойцовский клуб Пхукет. Профрекорд, 16 боев, 11 побед, 5 поражений, Иван Порщико! Рефери боя Георгий Томоев. Бойцы, на середину. Так, парни, вы профессионалы, правила вы знаете, правила не нарушаем. Слушаем внимательно команду рефери. Пожали руки. Удачи обоим. По углу. Чуть поопытнее, чуть постарше. Иван Парщиков. Судьи, боец готов, боец готов. Вообще, 160-170, мне кажется, не такая большая разница. Так, ну что, смотрим, как повезет Ивану Парщикову в этот раз. Пока что стены Академии недоборства Румкад для него не самые удачные. Но бог любит трое, хуже у нас, поэтому... Оба раза проиграл. Но при этом, как ты и правильно сказал, коллега после этого серьезно прибавил там Иван. Побывался готовком. Уаня пошумел, да? Три победы подряд там выдал. Хорошо, как дальние руки там пробивает Иван. Коротко, но при этом очень зрячая Парщиков пробивает. Я думаю, что Кшилыка не напугать этим всем. Нет. Конрубаев видно, что подвижен на ногах. Остер хорошо смещается. И сам попадая передней рукой. Но проваливается тут за джебом, конечно. Не успел Парщиков уйти в борьбу. Зато успел закинуть боковой, да. Темп, темп просит поддерживать здесь постоянно у Конрубаева из угла. Куда-то там вниз улетел удар у Конрубаева. Ох, как опасно. Уже Кшилык бросает в передней руке, боковой, хлестко. Тут уже Иван. Попытка пройти в эту ногу. Уседки теперь уже в две. Вот так вот Абрюк Кудника на спину уложил. Аккуратненько слэмит Парщиков. Мягенько стелет соперника. Аккуратненько так оттянул и ударил здесь представитель Кыргызстана. Я теперь это называю по Шарапулли, так сказать. Вспоминая дебют Шарапуддина в UFC. Очень здорово это пробивал Шарапуддин Магомедов. Кстати, который тоже сражался когда-то на этой арене. Да. И очень даже успешно. Когда-то не так уж давно. 22-й год, если мне памятник не делал. Так. Конурбаев тем временем снизу очень активно пытается либо закинуть прием, либо исполнить креветку. То есть выбраться сбоку из этой позиции. Из-под соперника. Ну, Парщиков что, пока контролирует? Особо не бьет, насколько я вижу сейчас. Но при этом контроль сверху осуществляет. Активности в боках, в принципе, достаточно. Пытается руку, да, отключить пока Иван. А там вот в обход одной ноги пытается прорваться все-таки Парщиков. Так, сайт-контроль. Боковой контроль. Отсюда что будет делать Иван? Правильно, колены в бок соперник. Так размахнулся, но наносить его почему-то не стал. Хотя, в принципе, наверное, если амплитуды хватает, такой удар может хорошо и попасть. Я, кстати, не знаю, бывало ли такое вообще в истории Диноборф, но мне кажется, вполне амплитудным коленом в такой позиции можно и ребра человеку повредить. Так, а что у нас здесь? Попытка выйти на очень интересный прием, если я правильно вижу. О, там нет, это не хватает. Там то ли Анфар, то ли Багичо, но не дотягивается Конурбаев. Подтягивается Конурбаев ногой. Это вот этот страшный прием, который тогда Мишель Силова на этой самой арене закинул. Да-да-да. Я не знаю, не уверен, как он называется по-русски, но что-то типа скрутить в бараний рог, наверное. Так, тем временем Парщиков оттаскивает от сетки соперника и очень близок к тому, чтобы в маунт запрыгнуть или Конурбаев все контролирует? Попытка будет ли в маунт, потому что там правым локтем постоянно в корпус обрабатывает Парщиков. Между тем у нас минута 25 до конца первого стартового отрезка. Ну, то есть ему, в общем-то, и здесь, да, комфортно точно? Да, он контролирует соперника сверху. Пытается мастить Конурбаев, но не получается. У него дергается там под соперником, но на этом все заканчивается. Вообще, на самом деле, здесь, а, ну вот, ногами Конурбаев контролирует чужие ноги, не дает. Он не дает, здесь запросит свою правду, но он, смотри, там одну руку, оп, и заканчивается, а Парщиков выскальзывает, как ниндзя, динамичная, да, борьба очень? Очень хороший грэплинг, ну такой, с легкими тычками, это же все-таки ММА. И теперь Иван старается растягивать удары. И любители душить в такой позиции, что еще делают? Ну, плотно попадает несколько раз, там, да. Три точки опора есть у Парщикова, он достаточно устойчиво на сопернике. Там замок на пояснице застегнут, да, у Ивана сорвется поддержка ударов. И при этом, смотри, не старается выйти на удушающее, а сфиксировался чисто на удары. Сейчас 20 секунд до конца первого раунда, много ударов уже напопадал, попытался было завести там руку под подбородок, но оставил эту идею для того, чтобы побольше ударов нанести. 10 секунд до конца раунда, есть еще у Парщикова немножко времени, но очень мало. Добавляет локти, короткие, но крайне неприятные, а мы увидим. Судьи, боец, боец, второй раунд, бой! Итак, друзья, второй раунд. Иван Парщиков в белых шортах против Жакшилы, как у Нурбаева в черных. Сразу же, да, Конурбаев пробивает передней рукой в туловище, так начинает винтить. Пропускает боковой. Парщиков плотно ему попал, да. Такой оверхенд неприятный. Конурбаев, конечно, виду не дает, но я думаю, почувствовал, тот удар. Передней ногой туда в область печени старается пробить Парщиков. Хорошо сыпляет боковым. Попытка сразу пройти в ноги здесь от Парщикова, разворачивает соперника. Видимо, решил не размениваться в столике, не рисковать лишний раз. Ну, а зачем, в принципе, надо? Справедливо. Поднимается, поднимается. Ну, и есть мнение, что здесь мы увидим повторение сюжета первого раунда. Будет уверенный контроль от Ивана Парщикова. Да, в первом раунде Жакшенко не удалось вибраться из этого положения практически. Он обжигается, да? Да, выбирался вроде, он так двумя камерами по ушам наносит удары. Сайт-контроль выходит. А что здесь Парщиков будет? А что делает Парщиков? Пытается перевернуть соперника, забрать спину? Зачем ногу здесь схватило? Это же не рестлинг. Здесь так не победить. А вот так вот, маунт. Потому что обманывает своего соперника. И маунти сейчас находятся. Теперь нужны активные действия. Попытаться здесь оттеруть корпус. Выдернуть Парщиков. Но понимает сейчас и Конрубаев, что здесь очень опасно так заряжаться. Держать соперника. Держать соперника. Дрезать его максимально. Да, ручку одну держать. Вернее, вернее, вернее. Вернее, вернее. Ручку одну на контроле. Почему нет контроля? Ну крепко, да, сидит Парщиков? Пложно, да. И пока ничего не удается. Но здесь нужна активность. Иначе... Там и замок ногами есть у Ивана. Пытается его счистить Конурбаев, но безуспешно. Очень уверенно смотреть за чужие колени. Заправил свои ноги Парщиков. Ну и здесь, почему Иван так занял позицию? Я думаю, пытается закрепиться, быть уверенным. И выпрямить спину только после этого. Сначала хорошо законтролировать соперника, а потом уже перейти к удару сверху. Времени-то вагон. Да, торопиться никуда. Три минуты еще в этом раунде. Ой-ой-ой, острием прямо. Ну такой удар, знаешь, Джону Джонсу в свое время за такое сказали, ай-ай-ай, ты проиграл. Ну, не настолько, конечно, откровенный эпизод. Не прям уж там 12 на 6. Не сверху, а больше покрасательнее. Но рассечение открылось от того локтя, потому что все-таки страшная такая режущая позиция. Буквально рассек там. Да. И продолжает усугублять. Это дело Парщиков. Две минуты с небольшим есть еще здесь у Ивана для того, чтобы максимально, да, разыграть хорошо эту позицию. Кондурбаев продолжает попытки смастить соперника, убрать его из маунта. Он старается ногами упереться в сетку. Пока только пропускает удары, в том числе локтем. Смотри, ищет, ищет, да, Парщиков в свой момент. Да, вот он замахивается, берет пау, не смотрит туда воткнуть. Очень внимательно смотрит Георгий Томоев на это все, наш рефери. Так, а здесь что, не разоберет? Попытка развернуться здесь, да, от Конурбаева и тут же сможет забрать, возможно, с Канурбаева. А не еще хуже ли это позиция для Конурбаева? Но пытается он спасти сейчас. Теперь он эти удары еще и не видит. При этом полностью развернуться мы видим, что Жакшилыку не получилось. Все-таки ногами оставляет его держать здесь Парщиков. Много ударов сверху наносит. Нет, вот сейчас полностью разворачивается. Пытается уйти от вот этих ударов. И теперь он их откровенно говоря не видит. Тяжелая позиция для Конурбаева. Трезвый трейпери активную защиту. Переворачиваются и полетели ломки. Чистые зашли. Минута еще целая у Ивана. И он в сантиметрах считанных от того, чтобы финишировать своего соперника. Жакшилык в очень сложном положении. Что-то ему нужно делать. Смотри, Иван собственной рукой Жакшилыка там пытался придушить, грубо говоря. Заблокировал ее. Да, интересует где-то нас. Тут уже против избивает. Очень много ударов. Один за одним сбивает. Да, хомерфисы такие опасные. Большое количество ущерба принимает. Пока, кстати, все терпит Конурбаев. Такой интересный Конурбаев. Массивная защита. Там много крови видно. Я так понимаю, что Конурбаев, я не знаю, сколько еще нужно бить его. И остановка. Да, было видно. Дамы и господа, рэфери остановил поединок на четвертой минуте 41 секунды второго раунда. Победу техническим нокаутом одержал Иван Паршикан. Иван Паршикан.